Эта будка, как называют ее в простонародье, на самом деле фонтанный домик. Здесь расположен компьютер, который задает тон музыкальному представлению. Управляет фонтаном всего один человек – Алексей Удалов. Каждый день он приходит сюда утром и вечером, чтобы включить, а затем отключить фонтан. Несмотря на то, что следить за фонтаном несложно, эта работа весьма ответственная. Все лето, говорит Алексей, словно привязан к нему. Фонтан нельзя включать только в грозу и при сильных порывах ветра. Управление фонтаном, в принципе, может и первоклассник. Все работает автоматически. Обычный пользователь компьютера вполне способен им управлять. За техническим состоянием следить – это уже, конечно, посложнее. В этом году светодинамический фонтан на площади Пушкина завершил свою работу. Последнее перед холодами шоу горожане смогли увидеть в минувшую субботу. Осенняя непогода не испугала ивановцев. Несмотря на сильный дождь, желающих полюбоваться фонтаном пришло немало. Финальное шоу длилось всего 12 минут. Перед горожанами выступили артисты театра «Огня Прометей». Они смогли зажечь ивановскую публику в этот ненастный вечер. Я узнала об этом из интернета, и я специально шла на него, чтобы посмотреть на фаерное шоу и на фонтан. Я видела фонтан в Барселоне, тому мне очень понравилось, но наш тоже не хуже. Через несколько дней после заключительного шоу воду сольют, чашу отмоют от грязи. До наступления холодов будет проведен профилактический осмотр фонтана и сделан текущий ремонт. Небольшие неполадки есть. Например, не слушается несколько прожекторов. Будут отремонтированы насосы, будет заменена какая-то часть форсунок. Спускаем воду, чистим саму чашу фонтана. Далее начнутся работы по его консервации. То есть это где-то в пределах недели мы эти работы должны выполнить, закрыть коробами. Стома фонтан начнет свою работу уже весной. Его эксплуатация запрещена при температуре ниже 5 градусов Цельсия. По традиции светодинамическое шоу под песни военных лет ивановцам покажут в майские праздники.